Продолжается набор волонтеров, готовых помочь работе поликлиник. Задача – обрабатывать анкеты первичных обращений и заполнять базы данных за компьютером. Если вы готовы поддержать наших медиков в борьбе с пандемией, обращайтесь в штаб акции «Мы вместе» по телефону, который вы видите на своих экранах. В Тольятти благоустраивают входную зону в здании филармонии. Будет отремонтировано крыльцо, установлены новые вазоны-цветочницы, информационное табло и пандус для создания доступной среды. Работы идут на средства гранта региональной программы поддержки инициатив населения «Содействие». В Тольятти на территории стадиона «Торпеда» в этом году завершат строительство легкоатлетического манежа. Работы идут по нацпроекту «Демография». Сооружение состоит из крытого одноэтажного зала с трибунами для зрителей на 350 мест и трехэтажного административно-хозяйственного здания. На арене беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, метание диска, толкание ядра. Здесь будут тренироваться воспитанники спортивных школ и сборной команды региона. Спорткомплекс сможет принимать всероссийские соревнования. Молодые специалисты Самарской области, которые получили востребованные профессии, могут получить ежегодные денежные выплаты и компенсации. На данный момент в перечень таких профессий входит почти 70 специальностей в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство. Жительница Тольятти, пытаясь забронировать комнату для проживания в Гаграх, стала жертвой мошенников. На сайте появилась ложная информация о съеме жилья. Тем самым женщина перевела преступникам 25 тысяч рублей. Ведется расследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова